Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». Для вас мы делаем отличный технический контент, поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео и поставьте лайк. Также заходите на наши сайты в России и в Республике Беларусь и получайте отличный сервис, быструю доставку и качественные запчасти. Итак, продолжаем полюбившуюся вам рубрику по разбору КПП. Встречаем КПП от мини R65 Midland. В основе английской пятиступенчатой коробки передач R65 лежит французская под индексом MA. Еще в 1980-х годах англичане из компании Rover купили права на нее. Немного доработали, и эти доработки пришлись по вкусу французам из Peugeot Strand. Поэтому эту коробку можно считать совместной разработкой. Английские и французские версии данных коробок не взаимозаменяемые. Они отличаются по креплению и по парам передач. Но все же взаимозаменяемые детали есть. Это шестерни передач и кольца синхронизаторов. Эти коробки ставились на автомобили с двигателями до 1,4 литра. Они ставились на такие автомобили, как Rover и MGF, а также на маленькие Peugeot и Citroen. Коробка R65 появилась на возрожденном MINI и ставилась на маломощные версии MINI ONE и MINI Cooper до июля 2004 года. На MINI эта коробка называлась Midland, но она все та же R65 от Rover. В каталогах эта коробка маркируется GS565BH. Есть еще альтернативная коробка, которая пришла на смену этой от производителя G-Track. Маркируется она GS552BG. В данной маркировке надо обратить внимание на третий символ 5. Это пятиступенчатая коробка передач. Бензиновая коробка обозначается буквой B, дизельная буквой D. Буква H означает производителя Midland, G G-Track. Если при разборе КПП F17 от Opel мы говорили, что там ломается все, то здесь ломается еще больше. Даже корпус может треснуть. Тут изнашиваются синхронизаторы, шестерни передач и их подшипники. Также обламываются зубья. Также изнашиваются вилки переключения передач. Также изнашивается вилка сцепления и также течет рабочий цилиндр сцепления. Перед окончательным выходом из строя коробка R65 Midland начинает хрустеть и шуметь. Затрудняется включение второй и пятой передач. Также эти передачи могут и вовсе не включаться. Также пробуксовывает сцепление. Ремонтировать эту коробку надо при первых же симптомах. Только так у вас получится сэкономить деньги. В противном случае все будет гораздо дороже. Ну что, не будем тянуть кота за хвост. Очень интересно, что там внутри. Итак, мы начинаем нашу разборочку. Сняли крышечку и видим передний подшипник первичного вала. Визуально он в отличном состоянии, но продольный люфт нас смущает. А вот это вилка выжима сцепления. Вот такого люфта быть точно не должно. Это пятая передача. Здесь находится задний подшипник вторичного вала. Очень хрупкий. Знатоки говорят, что его убивает пятая передача. Чтобы сэкономить ему жизнь, надо разгоняться на всех передачах, кроме пятой. Но и крейсерская скорость в 120 км в час на пятой передаче жизнь ему не продлевает, а наоборот. Опять же скоростные нагрузки и низкий уровень из-за утечек масла в первую очередь сказывается на шестерне пятой передачи, а также синхронизаторе. В первую очередь надо обращать внимание на зубчики синхронизатора. В данном случае мы износа не видим. Как видите, чтобы провести какие-либо ремонтные работы, коробку надо располовинить. Только тогда мы получаем доступ к валам, механизму переключения передач, дифференциалу. Но если смотреть по состоянию, то мы здесь видим основательно изношенную шестерню задней передачи. Это из-за того, что ее пытались включить на ходу, либо же из-за основательно изношенной вилки сцепления. А теперь мы наглядно продемонстрируем, как переключаются передачи. Первая, вторая, третья, четвертая и задняя. Подпишись, зубчик, вы companionте какие-либо оч Devоз Glück вы desire. Быть многим трейдером, так pluralurable гидро, выгой闖 clients над вами, гидро петли приز cases Junior фряктивный жир-скpost. А væр надennis при doubt. Вот это наш вторичный вал. Здесь мы видим износ на шестерне задней передачи и также видим износ на синхронизаторе первой передачи. Аналогично у нас возник вопрос по синхронизатору третьей передачи и большой люфт переднего подшипника вторичного вала. Вот наш первичный вал. И здесь мы наблюдаем небольшой люфт заднего подшипника. А вообще в коробке Midland R65 разваливаются все подшипники, как подшипники валов, так и подшипники шестерен. Стружка от изношенных деталей моментально разносится по всему маслу и гробит остальные детали данной коробки. Данная коробка в автомобилях Rover и Peugeot создает такие же проблемы. Она очень дорога в переборке, потому что все детали должны быть оригинальные и стоят очень дорого. И деталей этих должно быть очень много, потому что, повторимся, в ней разваливается все. Коробка R65 очень слабая. Ее ресурс в некоторых случаях заканчивался намного раньше, чем заканчивалась гарантия на автомобиль. Некоторые коробки прошли всего 30-50 тысяч километров. Продлить ее жизнь можно, если менять масло почаще. Например, каждые 50 тысяч километров. Некоторые владельцы автомобилей MINI меняли вот эту коробку на GetTrak, которая пошла после июля 2004 года. А также ставили шестиступенчатую коробку от MINI Cooper S. Но это очень дорогостоящая замена. Для такой замены нужно менять кучу деталей. И от тросов до полуосей. Вот вилка переключения первой и второй передачи. Судя по всему, первая и вторая передачи втыкались с очень большим трудом. Дифференциал очень требователен к качеству и количеству масла. Вал сателлитов может заклинить, лопнуть либо просто вылететь. Дифференциал может заклинить либо развалиться после одной, но очень жаркой покатушки по треку. И наш дифференциал тоже оставляет желать лучшего. Обратите внимание на люфт шестерен полуосей. Соответственно, полуосей входит сюда и из-за этого люфта она начала обдирать вот эту обойму. И здесь уже видна выработка. И обратите внимание, какими смешными штифтами застопорена ось сателлитов. Ну так себе надежность. Вот такая разборка у нас сегодня получилась. Резюмируем. В этой коробке ломается абсолютно все, поэтому с ней надо быть максимально нежным. Если ты хочешь знать о моторах все, обязательно подпишись на наш канал, поставь лайк, заходи на наши соцсети, заходи на наш сайт. Обязательно напишите в комментариях, какие коробки вы хотели бы видеть в следующих выпусках. И помните, что с вами всегда была, есть и будет компания «АвтоСтронг-М». АвтоСтронг-М». АВтоСтронг-М.